дорогие друзья приветствую вас снова и это душа вере путешествие по жизням и рассказ конец войне или тот самый саша и это продолжение нашей встречи прямого эфира я второй раз захожу в программу чтобы продолжить рассказ знаете мне уже даже не удивительно потому что ретроградный меркурий нарушая всевозможные контакты связи перерывая трансляции прочее уже вроде бы как и не удивляет даже в какой-то степени обычные дела и мое вступительное слово завершилось как раз на том что приглашаю вас в это поле прямого эфира приглашаю вас в наше взаимодействие чтобы вы могли приобрести удобное положение как раз мы перервались на то чтобы каждый мог расположиться удобно я надеюсь вы сейчас как раз и удобно находитесь для того чтобы войти в практику в нашу медитацию или же послушать это как рассказ комфортно для себя сейчас или же потом если вы будете смотреть это в записи здесь facebook или же в youtube а я благодарю всех моих предков отцов неба и матерей земли я тыси вельш мельник благодарю родам за то что они дают мне эту возможность силу знания для того чтобы делиться с вами и быть полезной каждому и планете в целом давайте настроимся глубокое дыхание медленный вдох и медленный выдох дыхание глубокое медленно такое вкусное как будто мы с вами сдуваем шар полностью высвобождая весь воздух вы настраиваете можете уже закрывать глаза если хотите и я буду переходить к рассказам душа вере путешествие по жизням рассказ номер пять конец войне или тот самый сашу они гуляли по городу все как и прежде будто ничего не изменилось только вера никак не могла понять то ли это папа похож на сашу то ли сашину папу но было так душевно и так необычно привычно что разбираться вовсе не хотелось папа папа для веры был словно бог ведь как и многие подростки вера была влюблена в папу когда ей было 12 лет он самый красивый танцевал безопречно и конечно же был лучше всех они присели в полуобороте как изображением и янь и вера в миг осознала как соскучилась какая давно они не виделись не взаимодействовали и и как никогда не говорили друг другу слов любви это и не странно ведь в спортивной семье еще со шлейфом всей по светской системы такой навык напрочь отсутствовал каждый любил внутри себя тихо и без слов я очень сильно тебя люблю впервые произнесла вера вслух пап я очень сильно тебя люблю продолжала вера не удерживая горячих соленых слез падающих ему на плечо от влаги и тепла слез вера александровна проснулась еще между сном и явню она ощущала легкое покалывание от соли и влаг вокруг глаз просыпаться вовсе не хотелось почему ты явился мне именно моим избранником произнесла вера мысленно знаю что он все равно ее услышит последние почти пять с половиной лет они общались именно таким образом во снах на заре медитациях теперь вера казалось чувствовала и знала папу лучше чем когда-либо раньше она ощущала его как ветер по оголенным плечам как озарение как вспышку ответов или решений правда очень хотелось уже невозможных телефонных звонков с глупыми как тогда казалось вопросами как погода что делаешь очень хотелось обсуждать стихи рериха или научную фантастику или прогуляться просто гулять неважно куда идти папа и вера как по страницам приключенческого романа или исторической драмы оказались на гусарском сражении потом рыцарском турнире после спартанских боях но это ее не трогала точнее не цепляла уже вера давно перестала воевать внутри себя переосмыслила свою агрессию воинственность злобу сошла с тропы войны она еще с детства даже не понимая откуда взялось это желание в 8 лет заниматься рокопашным боем как будто бы знала и решила обустать экологично свою энергию перенаправить ее на единоборство спарринги она не догадывалась почему так но как-то внутренне понимала так надо это так надо довело веру александровну до чемпионского титула но самое главное научила ее трансформировать свою воинственность и память прошлого в дисциплину технику целеустремленность и силу но папа хотел показать вовсе не это а что же тогда и как только она мысленно задала этот вопрос как будто разрезала воздух в пространстве сразу же как молния озарение начало осветлять и вера вдруг осознала всю глубину их путешествия вера вдруг поняла что во все времена и гусарство и рыцарство и спартанцев была предателем напредавала своего отца как партнера и как избранника именно тогда именно теперь сознание уже начало мало-мальски выстраивать понятную линию связей причины следствий и вера начала понимать почему именно этого сашу ее душа выбрала себе в отцы и почему именно не тех саш она встречала себе в партнера и почему каждый партнер был для него ее как вызов для завершения своей внутренней волны войны чтоб переплавить себя изнутри в этом союзе пережить трансформацию через отношения теперь наконец-то она начала понимать что он хотел на самом деле сказать что они все предшественники на самом деле хотели сказать и причем здесь комплекс электро как папа отражает статус и наши достижения в социуме внешние победы вспышки осознания продолжали взрываться в ее голове вместе с тем завершая кармические программы долги контракты вера наконец-то поняла ключевую причину взаимодействия ее отца партнеров и то что они наконец-то развелись friendly ... ... папа wear cutter уже но.. ... где где вот в о И за то, что всегда защищал меня, тихо, без слов, продолжал любить душой. Я очень сильно тебя люблю. Всегда. Говорила Вера, разрезая воздух комнаты. И вспышка сознания принесла в ответ, что я тебя тоже. Всегда. Дорогие, я благодарю вас за прожитый совместный опыт. И наши с вами путешествия в пространстве времени, через века, поколения, рода, системы, кармические программы, войны времен и народов и внутреннюю переплавку, алхимию души. Я сейчас перейду потихоньку к распаковке программы. Какая ошибка программы? Это воинственность, агрессия, злоба из памяти прошлого, которая переносится в настоящую жизнь и показывается как переотражение зеркалом через наших родителей, партнёров, наших коллег и окружение мир в целом. Если же это направлено вовнутрь, то это негативно сказывается на самом теле через разрушение и проблемы запорно-двигательным аппаратом. Какое же наказание в этой программе? Если же человек продолжает жить из того же качества внутренней войны, в основном это происходит с большим количеством людей. И одна из очень часто повторяющихся программ воин у многих есть, поскольку за все времена существования мироздания война происходила множество раз, неоднократно различного характера и в различных городах и странах. И мы так или иначе, имея этот внутренний опыт сражения, продолжаем видеть в других врагов, в дам, где их нет, продолжаем мы эту борьбу переносить в отношения с любыми, родными и близкими людьми. И, соответственно, если человек всё же живёт из памяти прошлого, не умеет в себе пронаблюдать, отслеживать это, то чаще всего мир ему это и показывает в других людях, обучает его, начиная с наших родителей, самых лучших наших учителей, жёсткость, доминирование, прожимание, манипуляции, агрессию, злобу, гнев. Показывает через других людей, родных, близких, любимых. Приходят эти же партнёры, такие же на соответствие внутренние, такие же родственники, коллеги на работе, и мир в целом кажется очень несправедливым, злобным, агрессивным, злым и так далее. Если же человек подавляет в себе такие чувства, не умея трансформировать эту силу, прежде всего, эту энергию и сила, перенаправлять её, то он разрушается изнутри, это могут быть прежде всего проблемы с костями, с координацией движений, поскольку воин часто умирал именно в движении, на войне, в бегу, например, на скаку и так далее. И, конечно же, опорно-двигательный аппарат, нарушение вестибулярного аппарата в том числе, и всё, что касается около этого, не только психосоматики, но и физиологии, если уже совсем запущена ситуация глобально. Какая же ошибка Веры была в том, что она продолжала перенос совершать неосознанно на отношения с любимыми своими людьми, и каждый раз, трансформируясь, проживала эту воинственность, обучаясь, собственно, отказу от неё и переходу в сотрудничество, союзничество, отказ от доминирования, силы данной ей такой, силы выдержки, данной ей физиологически, и отказ от, собственно, манипуляции, прожимания, продавливания мужчинам, женщинам, окружения, союзников и так далее, постепенно переходя уже в световые, позитивные качества программы, попробую сейчас раскрыть их, поскольку каждая программа, она не имеет какого-то исключительно позитивного или негативного окраса, это скорее лишь данность, как говорил ещё всем известный Воланд, мир существует благодаря тому, что существуют тени и свет, и если бы деревья не создавали тени, то разве бы существовал этот мир? На самом деле так и есть, ведь весь мир состоит, чтобы быть в объёме из теней света, и ничто не есть плохо и хорошо, дело в том, насколько мы можем этим управлять и пользоваться, с пользой, да, применять это. И, собственно, если программа «Воин» переходит в световую свою форму, это в дары, то человек становится уже хорошим управленцем, задача «Воина» в этом и есть, стать хорошим полководцем, управленцем, менеджером, управителем, хорошо уметь ставить цели и идти к ним, и вести массы к целям, также находить сотрудничество, союзников, находить возможности работать в команде, и уже переходит в изобилие, благополучие, умеет заботиться о большом количестве людей и управлять ими, в том числе, уже как партнёрство на уровне коллег, допустим, может быть, речь идти уже о фирме большой какой-то, да, компании. Если же программа «Воин» дальше распаковывается в свете, и это уже ситхи, либо сверхспособности, человек становится уже наставником, духовным лидером на таком уровне уже слова, мыслей, энергии, вдохновляет большое количество людей, умеет вести за собой и умеет быть союзником во всём, хорошо видит, чувствует также цели, идёт к ним, видит в других возможностях потенциалы, раскрывает им их способности, другим людям, умеет, конечно же, сотрудничать, заботиться и создавать лучшие реальности для других и для себя. Так что, как вы видите, программа «Воин» она имеет в себе огромный потенциал, значение от плюса до минуса, очень ярко выражается, и в свете сегодняшних событий этого года, в особенности, я искренне желаю, чтобы как можно больше количества душ постигло в себе, если вы ещё не осознали это, такие способности, возможности, или исцелили в себе воинственность, агрессию, злобу, скажем так, разочарование в мире или такой перенос в отношения. Знаете, такое есть, встречалось мне часто в практике, когда люди продолжают воевать, доказывать друг другу, кто есть сильнее, кто слабее, манипулировать и сражаться по памяти прошлого. Поскольку мы с вами были и мужчинами, и женщинами, то душа, она ведь имеет различный опыт в различных телах. И когда мы являемся уже в настоящую жизнь посредством обусловленных, так сказать, определённым полом, это ещё не значит, что мы не имеем других проявлений. Мы, конечно же, имеем в памяти тела прошлого, память души прорывается, через возможности постичь этот физический мир, физиологию через тело, но также и через какие-то свои энергетические потоки и свои интересы. И чаще всего, если человек проявляется как мужчина в женском теле или наоборот, то может найти какое-то крайнее осуждение в социуме. Если это не светский формат, да, какой-то непонятный, почему человек так проявляется, или внешне, или в интересах, или в бизнесе. Но на самом деле всё это причинно-следственно связано, и человек, рождаясь в определённом теле, например, в теле женщины, задача его души в этом и состоит, постичь понимание этого мира, этой материи через это тело, женское, да, через его возможности, способности, его функционал. И, собственно, в этом и заключается внутренняя инициация нас, имея и мужское, и женское. В психологии это называется аниме, анимус, внутренний мужчина, внутренняя женщина. И когда мы интегрируем в себе и то, и другое, мы исцеляем в себе обе части, мы становимся цельными, счастливыми, наполненными, гармоничными. И мы понимаем свою физиологию, свою природу, свою предрасположенность. Но также есть и задачи души. У души есть определённые задачи на это воплощение, оно может быть различным, независимо от пола. И когда мы хорошо понимаем себя, свои задачи души, свою миссию, тем качественнее и проще нам двигаться по своей собственной колее в том или ином теле. Дорогие, я надеюсь, что я с вами сегодня максимально распаковала программу «Воин». Ещё хочу заметить такой момент. Если прибегать к числам, через, к примеру, нумерологию или терологию рассматривать предрасположенности, опять же, я сейчас не буду о чём-то говорить 100%, категорично точно не буду заявлять, но могу сказать наблюдение и как это часто повторяется. В нумерологии, например, есть понимание значения числа 7, и это «Воин», это «Человек-Воин» либо же «Хороший Целеполагатель». И люди, рождённые 7-го числа, либо 7-го месяца, либо имея в себе семёрки по другим исчислениям совокупно, чаще всего имеют эту программу «Воин» уже как либо в кармическом хвосте, то, что требуется определённо, и первым делом требуется исцелять. Либо же это предназначение стоит, либо это стоит в талантах, то есть это уже нужно смотреть индивидуально по каждому, но глобально, если смотреть так, по большому количеству опыта сессий и работы с людьми, то у большинства семёрочек эта программа всё же есть. И по моим наблюдениям, у многих она стоит всё-таки в тени, в негативном ключе. Поэтому, если уже запущена программа очень сильно в негативе, то эта физиология даёт своё понимание через проблемы, болезни, то, что я уже с вами проговорила ранее, либо же это мир нам показывает через наших родителей, либо через наших любимых, через наших коллег и другие проявления в сферах жизни. понаблюдайте на собой, в себе что-то такое приобретёте, найдёте, распакуете, проявите. И чем больше этого будет исцелено, тем наш мир будет, конечно же, наверное, добрее всё же, позитивнее, радостнее и открытие сердечного центра любви искренности, доверия и состояние, скажем, где уже нет вообще никакой потребности воевать, доказывать, бороться, манипулировать, а взаимодействовать искренне и сердце, в контакте со своей душой, со своим высшим Я, в контакте с собой, своей высшей сутью, чего я всем вам искренне желаю и очень надеюсь, что наши с вами встречи, наши такие медитации, перформансы, эфиры, наши лекции, наши регрессии, наши индивидуальные сессии все больше и больше приближают каждого из вас в частности к себе, а нас всех вместе взятых в целом к нам. И поскольку планета Земля и так возвышает свои вибрации, частота шума, она уже всем известна, я надеюсь, повышается и увеличивается вибрацией в позитивном контексте, ключе, отмирает старой энергией, агрессией, манипуляцией, доминирования, воинственности, уходит в небытие, то эта программа воин, она все более будет больше вскрываться. И это неплохо, если вы в себе ее обнаружили, ведь в свете это очень позитивная программа и положительный в ней огромный потенциал качеств, возможностей. И я всем желаю приобрести именно способности и дары от этой программы раскрыть. Если я буду вам полезна и ценно, пожалуйста, обращайтесь в личные сессии либо коучинга, либо реврессии, либо консультации на ваши запросы. Я всегда открыта и рада служить этой планете миру в целом и каждому из вас в частности. Пока не анонсирую следующую программу, еще подумаю о том, какая она будет именно, поскольку стараюсь находить программы, которые самые часто повторяющиеся у людей, которые требуют огромного вот сейчас прям такого жгучего запроса у них есть и помогут людям постичь себя. Из ваших собственно тоже запросов пишите мне. Я очень рада и благодарна тому, что вы делаете и как вы откликаетесь и вашим просмотром. Я смотрю на динамику, я смотрю на то, что вас цепляет, и что требуется, что нужно, в чем есть такой крик души. ведь я понимаю, насколько это важно. Допустим, если бы мне в свое время, лет 10-12-15 тому назад пришли какие-то другие знания, не те, которые я тогда открывала, поскольку каждый практик, каждый духовный учитель сам вырастает посредством внутреннего опыта и работы с людьми. Если бы мне пришли раньше многие знания, то, возможно, и мне бы удалось распаковать программы в себе гораздо быстрее и многослойнее, качественнее. Но знаете, как бывает на самом деле, что многие практики, какой бы ни был духовно развит человек, постоянно вскрывают себе новый опыт в глубине своей. И мне встречались и я в том числе, одна из них, назовём эзотерики, маги, ведающие люди или ясновидящие, которые видели часть истины с определённого её угла. и это как смотреть в затуманенное окно, видя её кусочек протёртый в окошке, маленький кусочек правды. И главное не воспринимать её за 100%, потому что мы видим только до поворота. А там каждый может повернуть неоднократное количество раз налево, направо, вправо, ещё раз налево и прямо пойти. И ни один специалист вам не скажет будущее, поскольку будущее многозначительно, многомерно и многогранно. И существует очень много линий временных, событийных, много сценариев, которые душа выбирает сама, потому что каждый творец своей судьбы поступает по тому, как считает нужным на момент происходящего. И никто не может вам сказать будущее 100% во всех её возможных вариациях. Может какой-то диз вариантов сказать, я могу тоже. Но поскольку душа на каждом повороте совершает различные способы принятия решений, то мы не вправе предусмотреть все варианты. Это знаете, как такой случай сказки. Помните, направо пойдёшь, налево пойдёшь, прямо пойдёшь. И допустим, я могу сказать, тебе нужно направо идти. Человек говорит, а прошлый раз ты когда сказала, я пошёл налево и коня потерял. но я ведь не знала, что ты пойдёшь налево. Если я могу тебе допустим условно помочь раскрыть возможности навыков ходить направо, но если человек ведь всё время ходил налево, его привычки есть ходить налево, как бы сейчас это значительно не звучало, то в нём очень много страхов, ложных убеждений и опасений в том, что можно ходить. А так можно было, да, можно было прямо, можно было налево, можно было направо, потому что вы творите свои судьбы и предопределённость лишь в том, что есть разные способы хождения, но душа, являясь в настоящем моменте, сама избирает тот пакет, который хочет прожить и тело, и страну, и родителей, и детей, и миссию, и задачи, и программы, кармические хвосты, долги, и всё, что хочет отработать в настоящем в том числе. Но хорошая новость в том, что этот год нам даёт очень много возможностей, и Юпитер в рыбах, и двоечки наши, и движение планеты собственно очень много энергии даётся позитивной, то каким-то вспомните свой десятый год, что там было, там было такое же положение Юпитера, если обращаться к астрологии, нумерологии, если с этой плоскости посмотреть на вопросы будущего, то у нас по энергетическим задачам, запасам и возможностям очень много потенциала для развития и для перехода в другую вибрацию, для отказа от агрессии, перехода в состояние потока, любви, ресурса, гармонии, и сейчас я эти слова перечисляю не только ради слов, а именно ради их значений, так что я очень надеюсь, что мы с вами всё же будем взаимодействовать со своей душой, быть в контакте и с планетами, и с энергиями нового времени, новой нашей Вселенной, новой Земли. Я вас обнимаю, всех благ, удачи, до новых встреч, дорогие. Пока-пока. Пока.